Лига любителей бильярда в формате сеньоров России объединила всех поклонников этой игры в возрасте 40 лет и старше от Калининграда до Владивостока. По территориальному признаку было организовано 8 самостоятельных дивизионов. Сеньоры на Урале, на Юге, на Севере, в Поволжье, в Москве, в Черноземье, в Сибири и Дальнем Востоке. Во всех этих лигах с периодичностью примерно раз в два месяца проводятся рейтинговые турниры по бильярду среди ветеранов. Лучшие затем принимают участие в суперфинале. Координатором этого масштабного проекта является уроженец нашей республики Вадим Пешев, который до 2017 года являлся вице-президентом Федерации бильярда Мордовии. Движение новое и его задача именно создание такого ветеранского бильярда, ветеранского спорта, поскольку мы считаем, что русский бильярд это все-таки национальный вид спорта. Именно возрождение его от народа, так скажем, оно является наиболее правильным развитием, которое привлечет потом и поклонников из других государств. Турнир в Саранске стал пятым из шести этапов Лиги сеньоры по Волжье. Баталии соревнований проходили в течение трех дней. За награды и рейтинговые очки боролись больше 40 участников из 10 регионов ПФО, в их числе и представители Мордовии. Бильярдисты из нашей республики довольно редко принимают участие в турнирах такого формата. С открытием в Саранске нового бильярдного клуба ситуация должна измениться. В таком возрасте, когда после 40, после 50 иногда наступают такие моменты житейские, что бильярд немного отходит на второй план, но бильярд это в таком хорошем смысле слова как наркотик, всегда к нему возвращаешься в любом возрасте, если позволяет здоровье и все остальные сопутствующие моменты. У кого-то больше было возможностей, наверное, играть постоянно, всегда поддерживать себя в форме. В частности, у меня был там большой перерыв. Я не играл, но опять же вернулся, начал тренироваться и решил принять участие. За других, примерно могу сказать, то же самое. Условия для занятий бильярдом как любительским, так и профессиональным или детским в Саранске не хуже, чем в миллионном Нижнем Новгороде. По крайней мере, так утверждает руководитель федерации по этому виду спорта соседнего региона. Владимир Ильин был в числе участников нынешнего турнира, поэтому в его оценке сомневаться не приходится. В итоге он добрался до финала, где уступил бильярдисту из Йошкаралы Афтандилу Джахадзе. Больше популяризирует бильярд, заставляет игроков, которые уже ушли, может быть, с карьеры, со спортивной основной, опять включиться в процесс. Это тоже спортивные полноценные соревнования и позволяет людям открывать такие прекрасные клубы, как Тихон. Я хотел бы вас в вашу республику поздравить. У вас появилась прекрасная база для тренировок спортсменов, детей, кого угодно, ветеранов. Отличная база, отличная атмосфера. В прошлом мастер спорта по бильярду представитель Пензы Владимир Бармыкин является явным лидером дивизиона по Волжье. До этого он выиграл все четыре рейтинговых турнира. Причем, как игрок, Владимир раскрылся только после 40 лет. Многие спортсмены после того, как заканчивают активную карьеру на бильярде, как-то плавно уходят от нее. А вот эта серия вот этих турниров, она, конечно, позволяет всем держать себя в форме, не забывать. И как бы понятно, что вот с современными действующими спортсменами, которым 25-20 лет, а еще сейчас моложе, сложно конкурировать. Ну а вот после 40 лет, как бы, все равно поддерживать форму, встречаться, общаться. Это вот идеальный вариант, прям хороший формат. Продолжить свою победную поступь и довести число выигранных рейтинговых турниров до пяти в Саранске Владимиру Бармыкину не удалось. В полуфинале он со счетом 2-3 уступил будущему чемпиону Афтандилу Джахадзе из Йошкаралы. Лучшим из мордотских бильярдистов стал Дмитрий Филимонов, который добрался до стадии 1-8 финала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова